Микс Ньюс Здравствуйте все-все-все, кто нас сегодня слушает. В эфире программа «Зелёная лампа». Сегодня не вторник, как обычно. Мы по вторникам выходили, но сейчас это у нас такой внеплановый, даже, мы бы сказали, экстренный выпуск «Зелёной лампы», потому что очень нужна помощь 25-летней девушке. Ведут программу сегодня Ольга Авдеевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, звукорежиссёр в студии «Родион Золотарёв». Гость программы сегодня, всем хорошо знакомый и любимый Юрий Кушпелло. Добрый день. Актёр и теледиктор, телеведущий. Ещё раз подчеркну, что это экстренный выпуск программы. Вообще программа «Зелёная лампа» до августа находится на летнем перерыве, но сегодня мы пришли в эфир, чтобы обратиться к вам за помощью. Мы будем помогать 25-летней девушке Жене Вакух, чтобы собрать деньги на кислородный аппарат, портативный переносной концентратор кислорода компании «Филипс», модификация «Симпли Го». Он переносной, вес 3 кг, чтобы девочка смогла выписаться из больницы. То есть без этого аппарата просто это невозможно. Сейчас она находится в туберкулёзной больнице, государственный центр лёгочных туберкулёзных заболеваний в Саурише. И она привязана трубочками к этому кислородному аппарату. Не может даже выйти из палаты в коридор, потому что длина этих трубочек 2 метра всего. И обратились к нам за помощью. Мы сделали публикацию на сайте mixnews.lv. У нас даже не подключен традиционно наш телефон помощи, потому что оформление телефона помощи требует юридических действий, которые занимают времени. Мы не стали тянуть время. Мы пришли в эфир. И наша задача – привлечь ваше внимание, чтобы вы зашли на сайт mixnews.lv. Или на Facebook. Да, там есть раздел, рубрика «Зелёная лампа». Или русскими буквами «Зелёная лампа» есть страничка на Facebook. И там опубликованы реквизиты помощи. Вот любая помощь, там 2 евро, 5 евро, она будет очень значимая и важная. И ещё раз подчеркну, что девочке 25 лет, это Женя Вакух, и чтобы её могли выписать домой из больницы, вот нужен очень этот аппарат кислородный, потому что без него она не может дышать в настоящий момент. Я лично с Женей не знаком, но я спросил уже у ведущих немножко заранее, и узнал судьбу этой молодой леди. Она рижанка, она живёт в Балдерае. То есть все рижане, которые слушают радио «Болтком», могут оказать, и мне кажется, что чисто по-человечески нужно оказать помощь этой юной леди для того, чтобы ей было легко. Ну, по крайней мере, она бы почувствовала нашу заботу, пусть материальную. Но, друзья, самое главное – помочь в данном случае человеку для такого жизненно важного процесса. Вы поймите о том, что когда нарушена система нашего человеческого дыхания, то практически нарушена вся жизнь. Помогите, отзовитесь, зайдите на эти сайты, сделайте свои пожертвования, и это спасёт человеку жизнь. Спасибо большое. Это Юрий Кушпелло, наш сегодняшний гость. Спасибо ему. Он очень оперативно откликнулся. Мы вот спонтанно было принято решение делать эту программу. Позвонили, ну, начали искать гостя, позвонили Юрию. Юрий сказал, что примчится, он просто накрыли. Но это же дело святое. И будет нам помогать. Я думаю, что точно так же, как и наши радиослушатели, которые сейчас слушают нас или видят нас в видеотрансляции радио Болтком, они не останутся, однозначно не останутся равнодушными. Спасибо всем, кто делает это регулярно, кто ждёт программу «Зелёная лампа». Спасибо вам, уважаемые ведущие, за ваш вот такой необыкновенно огромный, но столь необходимый труд всем нуждающимся. Не надо нас хвалить абсолютно. А я хвалю и вас, и слушателей, и участвующих вот в этой благотворительности. Всех, кто вовлечён, скажем, в орбиту вот этого дела. Абсолютно верно. Никогда ни один человек, ни два, ни три не могут ничего потянуть, если нет поддержки. Нет, ну отчего же. Некоторые могут это сделать. Хоть и одно пожертвование может спасти жизнь вот этой девушки, но просто эта сумма этого пожертвования тогда увеличивается, и нагрузка на одного человека, она несоизмеримо возрастает. А теперь мы скажем, сумма, которую требуется собрать, это всего в месяц 4200 евро. Из них, так как девочка находится в больнице уже больше двух месяцев, то просто оплата 10 евро в день, это уже натикало более 600 евро, плюс было сделано 3 операции у неё за эти два месяца, это 93 евро, плюс, собственно, аппарат. В общем, проект открыт на 4200 евро. И я вот уверена, что за неделю мы соберём. Женя живёт вдвоём с мамой, им очень тяжело, и даже вот оплата вот такой большой суммы за больницу, даже по минимуму, если брать. То есть маме, да, вот просто вот так вот достать 600 евро, отдать за больницу. Друзья, я призываю вас, слушая нашу программу, слушая нашу дальнейшую беседу, помните о том, что вы совершите очень благое дело, и открывайте параллельно эти странички, указанные ведущими, и начинайте спасать человека, помогать ему. Юрий, спасибо большое. Мы напоминаем, что у нас наш гость, сегодня гость Юрия Кушпела, актёр с двумя театральными, как правильно сказать, театральными, актёрскими… Театральными образованиями. Театральными образованиями. Мы сейчас про это тоже поговорим, ещё вспомним. И известный всей стране телеведущий, который много лет каждый день приходил в дом к Рижанам и рассказывал о том, что происходит. Что происходит с нами, что происходит вокруг нас. Сейчас мы, Юрия, не видим на телеэкрана, к сожалению, не хочется говорить о грустном, но люди скучают. Как вы, чем вы заполняете вот эту образовавшуюся пустоту внезапно? Простите за вопрос такой. Нет, нет, абсолютно нормальный вопрос, я с удовольствием расскажу. Случилось, конечно, это всё абсолютно внезапно, случилось это одновременно с наступлением этого коронавируса, до этой объявленной пандемии, когда было закрыто практически всё и вся, и было очень-очень тяжело. Всем было тяжело, а тут ещё и остаться без работы, остаться неудел, когда нужно было помогать людям и давать информацию на русском языке, на доступном, на родном языке. А это оказалось вот не по силам и делать было некому. Я имею в виду именно силы телевидения. Потом уже там подключились какие-то другие телевизионные каналы для того, чтобы это делать. Ну, я не считаю общественного латвийского телевидения и коллег с канала ЛТВ-7. А пошёл тоже в самоизоляцию. Ну, весна была, из дома не выходил никуда, на работу не надо было идти. Занимался, скажем так, медитацией. О, как! Это очень полезно. Пытался больше узнать и познать себя. Занимался садом, огородом, землёй, потому что период как раз такой был, нужно было и копать, и сеять, и высаживать, и ещё что-то делать. Обслуживал членов своей семьи, готовил для них завтраки, обеды, ужины, убирал дом, гулял с собаками. Но отдыха в этом не было. Это был не отдых, потому что мысли постоянно роятся, постоянно нужно было искать и найти себе какое-то занятие в чём-то. И вот таким образом сложилась программа вашего творческого вечера? Да, «Добрый вечер». Да, сложилось, наверное, название «Добрый вечер» этой программы, потому что задумка программы была уже давным-давно. Она планировали, что мы тогда намечали о том, что год назад ещё в честь моего, допустим, круглого юбилея, ну, не столетия, будет такая программа, программа, на которой мы сможем встретиться, посмотреть друг на друга вблизи, а не сквозь телевизионный экран и поговорить. Поговорить, ну, просто так поговорить. Ну, что, я могу рассказать анекдоты, могу рассказать смешные анекдоты, могу рассказать интригующие анекдоты, могу рассказать анекдоты с перчиком. Ну, просто на анекдотах выйти, наверное, это будет неинтересно, но поскольку, как вы уже упомянули, у меня есть те самые театральные образования, артистические образования, довелось поработать в некоторых театрах, нет-нет, отрывков из спектаклей, к сожалению, не будет, тогда бы я должен был просить своих коллег помочь мне отыграть какие-то фрагменты из спектаклей, или можно было бы просто устроить бенефисный спектакль. На это я замахиваться не могу, и к тому же еще встречаться было запрещено. Пока, пока, да. Скажем так. Но мне пришла в голову такая идея, и мои друзья, знакомые подхватили ее и сказали, ой, как будет здорово. Я решил, что формат этой встречи будет литературно-разговорный. И музыкальный. Назовем его так. Не знаю, было ли такое до меня, не было ли такого. Я, по крайней мере, с таким форматом сталкиваюсь впервые. И мне показалось это очень интересным, когда можно составить литературную программу из многих-многих-многих произведений, но, безусловно, из любимых произведений, которые… А вот расскажите, если вот я хочу пойти на ваш вечер, он состоится… Послезавтра, послезавтра, 29 июля. В клубе «Гамлет». В клубе «Гамлет», что в Старой Риге, около Яниса, это около церкви Святого Яниса, там есть такой монастырский дворик внутри, он так еще называется по-другому. И вот на втором этаже можно увидеть такую вывеску. Яниса, это пять, это прямо рядом, через стеночку от конвента сет. Это клуб гильдии киноактеров, это такое очень артистическое место. А что вот я приду и что я услышу? Что вот Юрий Кушпелло будет там читать? Вот меня интересует, например… Вы хотите всю программу… Нет, нет, вы сказали, что любимая, а любимая что? Прозвучат стихотворения Пушкина, Лермонтова, прозвучит Есенин, Александр Блок. Александр Чак, мало читанный из Александра Чака, может быть, для кого-то даже это будет абсолютно незнакомо. Прозвучат стихотворения Мирдзи Темпе, прозвучит Иоанн Андреевич Крылов. Под таким именем мне известно это произведение, может быть, это и переводной Лафантен, это уже пусть литературоведы спорят, кто у кого что позаимствовал. Прозвучат такие редко исполняемые сейчас фильетоны, жанр фильетона, но когда-то это было очень-очень популярно, то есть сродни басни, скажем так. Прозвучит еще прозаический фрагмент, прозвучат музыкальные произведения и в моем исполнении, и в другом. Никто этого еще не слышал из телезрителей, я думаю, да? Ну да, напевать-то мы все напеваем, безусловно, ну вот и я, может быть, что-нибудь там помурлыкую вместе со всеми. И вот таким образом я буду готов встретиться со своими друзьями, со своими знакомыми, с людьми, которые знают меня, которых заинтересует это мероприятие, и которые захотят со мной встретиться и задать вопросы, а я на них с удовольствием отвечу. Вопросы можно будет задавать самые разные, и получите абсолютно откровенные ответы от меня на самые откровенные вопросы. Готовьте каверзные вопросы. Да, можно и так. И получите каверзные ответы. Специально не надо готовить каверзные, конечно же, мы встретимся как друзья, поэтому мы только друзьям говорим «Добрый вечер». Вот и я в эту среду намерен своим друзьям, своим зрителям, желающим встретиться и прийти на эту встречу, сказать «Добрый вечер». Ну мы добавим, что билеты продаются в сети Биллиш и сервис, билеты за столиками. И там всего 10 столиков, осталось немножко мест, кто хочет обязательно послушать Юрия Кушпела. Вот в таком, такой репертуар, ну правда никто не слышал, потому что сценарий он писал сам полностью. Я просто хочу попросить сейчас Юрия что-то почитать. Может быть, чуть-чуть приоткроете. Я с удовольствием почитаю, но я хотел бы нашим уважаемым зрителям и слушателям радио напомнить о том, по какому поводу мы сегодня здесь собрались. Мы собрались по поводу помощи 25-летней девушке, которой необходимо приобрести аппарат искусственного дыхания для того, чтобы она могла выписаться из больницы и продолжить свою жизнь в нормальных домашних условиях. Друзья, параллельно, пожалуйста, открывайте сайты и фейсбук. Mixnews.lvest, рубрика «Зеленая лампа» и на фейсбуке страничка «Зеленая лампа». Там рассказ про Женю Вакух. Кириллицей нужно набирать, да, в фейсбуке? А там все равно, нет, нужно и так, как угодно, да, там информация на русском и латышском, и вот представляете, вот как это звучит, я говорю, и когда это, человеку нужно помочь, чтобы он мог дышать, это вообще просто. Ну, кстати, в этот период коронавируса, в общем-то, с этими аппаратами и искусственной вентиляцией легких, это уже как какой-то факт нашей реальности. Но уже не другая история, у нее очень редкий диагноз. Диагноз, она бедненько уже выучила, чтобы его произносить, лимфангиолеймомиоматоз или диффузный ламп легких, да, это редчайшее заболевание, вообще его впервые обнаружили в 1937 году, и за несколько десятилетий в мире было всего около 100 случаев, то есть редчайшее. А за последние 5 лет вдруг в Европе количество людей, у которых диагностируют это заболевание, стало резко расти. В Латвии таких людей с таким диагнозом 4 человека, вот один из них Женя. Заболевание не лечится, но этот вот ребенок, она лежит там в больнице, значит, и она понимает, что это неизлечимое заболевание, но с ним живут, то есть оно не вылечится, ее легкие не станут такими. Да, но она подписана на фейсбучной странице и на обновление сайтов международных ассоциаций, которые занимаются этим диагнозом, какими-то новыми исследованиями. Конечно, наука идет вперед, время идет вперед, ей всего 25 лет, и может быть, когда ей будет 30-35, найдут это лекарство. Но сейчас вот после этих трех операций врач сказал, что и она сама надеется, что она в больницу будет только на контрольные проверки попадать, но сейчас ей нужен этот аппаратик. И после операции она может поднимать вес не более 5 килограмм, и вот этот портативный концентратор кислорода весит 3 килограмма. Это как раз то, что ей нужно. То, что можно, да. И вы знаете, это очень сильный человек, она хрупкая, маленькая совсем, но очень сильный человек, потому что она еще и других поддерживает. Она пишет на своих страничках, все будет хорошо, и вот это поразительно. А я бы еще призвал наших радиослушателей, особенно тех, которые живут именно в Болдера, и после того, когда эта девушка будет уже дома, может быть, даже навестить ее, если это возможно, или спросить у мамы или у нее самой, не нужна ли ей еще какая-нибудь помощь. Возможно, даже поход в магазин, приобретение продуктов или помощь с транспортом для того, чтобы можно было передвинуться куда-то, передвигаться куда-нибудь. Это тоже будет посильно нашим радиослушателям, и я уверен о том, что таких людей в нашем городе, в нашем государстве очень-очень много, потому что... Люди-то вокруг нас, которые живут, они хорошие, просто обстоятельства, в которых мы живем, может быть, не очень, но все, друзья, в наших руках. Но я хочу напомнить, что не берутся никакие проценты, счет открыт очень быстро и экстренно в фонде БиОупен благотворительном, с которым мы сотрудничаем уже много лет, и проценты и комиссионные не берутся с этих денег, которые поступают. Вы можете быть в этом абсолютно уверены. Часто очень спрашивают – нет, не берутся. То есть полностью все деньги пойдут на приобретение этого аппарата, пойдут для Жени. Хорошо. Я перехожу к своему творчеству. Да, мы вернемся к просьбе. Друзья, я хочу вам сейчас прочесть фрагмент поэзии, которая, возможно, мало вам знакома. Это Александр Чак. Это стихотворение называется «Лестница». И вот самое его начало я сейчас воспроизведу. Я был мальчишкой маленьким, счастливым. Ходил босой, коленки в синяках, разбитый лоб, в царапинах лицо и пальцы вечно грязные в занозах. Любил я день-деньской по лужам шлепать, с ребятами в казеночку играть, глядеть, как со второго этажа летит на землю растопырясь кошка. Любил плевать в прохладные колодцы, большие бревна спихивать в канаву, чтоб на дороге сделать наводненье. Любил я петь без слов, как зверь, как птица, как ветер или колокол, когда в него язык ударит. А меня, моим же сердцем, кто-то бил под вздох. Я уходил в поля с мышами вместе. Как собачонка землю ел траву, я брюкву крал и прятал под забором, брал в руки грязь и сильно-сильно жал, чтоб чавкало коричневое гуще и ягодами сыпалось сквозь пальцы. Мне щепки нравилось держать во рту. Всегда-всегда прикладывал я губы к камням и кирпичам и ржавой жести, чтоб ощутить их кислый, горький вкус. Мне иногда казалось, что я гриб, умеющий ходить, или ракита, или туман, сгустившийся туман, что бродит меж берез, глядится в воду. Казалось, в жилах у меня течет не кровь, а сладкий сок березы. Не пульс, а желудь бьется у запястья. Вот вырвется, и будет дуб в руке. Вот такой маленький фрагмент такого замечательного стихотворения. Браво, спасибо. Мы же так заслушались, замерли. Юрий, мы вот за эфиром говорили, что сегодня день такой не простой, а особенный. Что бы вы хотели по этому поводу сказать? Я не следил, конечно же, и не могу сказать, это проверенная информация или непроверенная информация, но сегодня люди образованные, интеллигентные, воспитанные, У нас все радиослушатели такие. Да, безусловно, я никого не хочу обидеть. Знают, безусловно, имя Михаила Юрьевича Лермонтова, и сегодня будто бы день памяти этого великого русского поэта. Поэтому в моей программе тоже есть стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, которое называется «Совет». Кстати, стихотворение «Совет» существует еще и у Александра Сергеевича Пушкина. Они очень-очень похожи, но Лермонтов, на мой взгляд, вот как-то выражается наиболее ярко. То есть его совет вам ближе к сердцу? Ну, я думаю, что, и поскольку я выбираю программу, которая, наверное, будет интересна всем, мне кажется, что этот совет каждому из нас. Позволите? Мы ждем. Если друг тебе сгрустнется, Ты не дуйся, не сердись, Все с годами пронесется, Улыбнись и разгрустись. Дев измены молодые, И неверный путь частей, И мгновенья скуки злые, Стоят ли тоски твоей? Не ищи страстей тяжелых, И покуда Бог дает, Нектор пей часов веселых, А печаль сама придет. И людей не презирая, Не берись учить других, Лучшим быть не воображая, Скоро ты полюбишь их. Сердце глупое творенье, Но и с сердцем можно жить, И безумное волнение Можно так же укротить. Беден, кто в судьбы ненастье, Все надежды испытав, Наконец находит счастье, Чувство счастья потеряв. Прекрасно, Юрий, спасибо, Прекрасно. Я Лермонтова, Когда открываю, Всегда меня поражает то, Что день его ухода, Ему было 27 лет. Это вообще непостижимо, Что за свои такие юные годы, Успел написать этот человек. Это, конечно, гений. Не только герой нашего времени, Но и Мцири, и Бородино, да, Я хочу призвать как раз наших радиослушателей, Которые слушают нас, Поделиться своим опытом, То, чем и я занимался В свое свободное время, И вот оно сейчас у меня Еще пока так до конца не закончилось. Я призываю вас, уважаемые, Берите классику, Открывайте и перечитывайте, Потому что то, что вы почувствуете, Перечитав знакомые вам произведения сейчас, По сравнению с тем, Что вы читали когда-либо, А если это было еще во времена школы, Обучение в школе, То тогда это будет, Ну, как говорят в Одессе, Две большие разницы. Это будет новая книга. Абсолютно. Абсолютно. С новыми чувствами, С новыми видениями, С новыми настроениями, И, возможно, вы найдете Ответы на свои вопросы жизненные, Которые в вас существуют. Юрия, вот у вас есть фраза, Я родом из библиотеки. Я родом из библиотеки? Да, да, вот в связи с этим, В одном из интервью, Раньше вы говорили, Вы родом из библиотеки. Это очень хорошая, по-моему, фраза, Глубокая, много смыслов туда можно, Оттуда можно вытащить. Какие книги сегодня вы бы порекомендовали читать детям? Вот что вы своим детям читали? Что внукам, что и что сейчас? А репертуар практически не изменился, Если можно так сказать, репертуар. Давайте озвучим, потому что люди часто спрашивают. Я очень любил своим детям читать сказки. Больше, наверное, сказки прозаические, Скажем так, любых авторов, Но желательно, конечно, русские народные сказки, Те, которые передаются из поколения в поколение, Но это может быть в национальном каком-то плане. Потом мы знакомились с латышскими сказками, Сказками народов мира, Со всеми другими сказками. Ну, наиболее вот такие топовые, популярные, Для того, чтобы просто-напросто быть в курсе и в топе. А потом уже мы стали переходить на поэзию. Конечно же, это Пушкин, Конечно же, это Самуил Яковлевич Маршак, Конечно же, это Агния Барто, И многие-многие другие уже современные авторы. Ну, вот так сложилась моя жизненная ситуация, И ситуация в моей семье, Что мои внучки живут на другом континенте, И очень-очень далеко и долго до них нужно лететь. Мы, конечно же, пользуемся такой возможностью, Но вот сейчас все дороги закрыты, И у них, и у нас. Поэтому спасают средства информации, Массовые информации, Такие, как я рекомендую посмотреть что-нибудь, Или какой-нибудь фильм, Или какую-нибудь сказку, Или мультфильм, Даже из тех самых старых, Хороших, замечательных, Добрых мультфильмов. Или же беру книгу сам, И с помощью ватсапа, Вот читаю. Совсем недавно, например, Совсем недавно я им читал в переводе Маршака, Вот дом, который построил Джек. Вы не поверите, Мои девчонки впервые это услышали, И они так хохотали на другом конце, Потому что это упражнение я еще использую, Когда я занимаюсь с молодыми людьми, Которые интересуются именно словом, Выразительным словом, И профессиональным словом Для работников радио, телевидения, Для тех, кто выступает публично, Вот они нуждаются в такой помощи, И я со счастьем, С чувством счастья, Иду к ним навстречу, И мы тогда занимаемся. Это замечательное упражнение на отдыхание. Вот дом, который построил Джек. Это все на одном выдохе. Потом делаем вдох, А это пшеница, Которая в темном чулане хранится, В доме, который построил Джек. Это тоже на одном выдохе. И затем берем вдох, И следующий период. Вот там все по периодам. Все это разбито и очень-очень забавно. Девчонки, я говорю, мои хохотали. Повезло им, повезло. Наша беседа в такое литературное русло ушла. И мы напоминаем, Что программа наша, экстренная, Выпуск «Зеленой лампы», Посвящен помощи и сбору средств 25-летней рижанки Жени Вакух. И вот, чтобы представить, Что она за человек, да? Вот мы сейчас расскажем, Какие книги она любит, да? Юрий Кушпелл сейчас рассказывал, Как он своим внучкам читает сказки. Женя нам рассказывала, Как когда она была маленькая, Ее папа приучил ее тоже к чтению. После сказок она очень увлекалась фэнтези. Ее любимыми фэнтези-сюжетами были Поиски святого Грааля, Благородные рыцари, Добрые волхвы. А в 11 лет, Когда Жене было 11 лет, Папа не стала. Вот просто раз, сердечный приступ, Все, папа не стала у девочки. И вот что она любит сейчас читать? Это такая романтическая девушка, Романтическая такая направленность. Это Герберт Уэллс, Оскар Уэллд. И, например, она перечитала всего Драйзера. И особенно ей нравится финансист. Вот такой вот человек. Это сейчас большая редкость. И плюс она очень творческая девочка. До болезни она училась, Как у нас есть такой техникум, Макслас Унмейдю Техникумс, На дизайнера, Специальность дизайнера. И сейчас она расписывает маленькие такие миниатюрки. У нее есть даже страничка на Фейсбуке. Ссылка на страничку в нашей публикации дана. И писала акрилом, Сейчас начала писать маслом. И в нашей публикации есть фотографии, Как Женя сидит в своей палате. Палата на первом этаже. Окна в решетках. Почему? Потому что в принципе эту палату использовали до того, Как Женя загремела туда со своим тяжелым диагнозом, Как карантинную палату для людей на проверку коронавируса. То есть она попала туда как раз в этот несчастливый период. И у нее разложены карандаши, краски. Вот она рисует. Сейчас рука у нее дрожит. И она больше по трафарету даже. Вот ей сейчас просто раскрашивать какими-то там, Подбирать цветовую гамму. Ну конечно она окрепнет, выпишет. Наверняка она окрепнет. А я хочу добавить о том, Что зеленая лампа в студии Болтком горит по-прежнему. Горит она, Озаряясь своим светом. И в ожидании тепла Для этой юной девушки, Которая страдает таким заболеванием. И сегодня в этой программе Мы пытаемся собрать средства. Средства не очень большая, Не очень большая сумма нужна, Чуть более 4 тысяч евро, Для того, чтобы приобрести аппарат искусственного дыхания И оплатить место в больнице в Сауреише. В Сауреише. Друзья, пожалуйста, делайте свои пожертвования. Ну, помогите. Сделайте этот мир добрее своим взносом. Ей-богу, вы испытаете такое чувство благодарности от этого человека. Это же всегда здорово творить добро. И реквизиты банковские вы можете найти на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Сегодняшняя публикация. Или на Фейсбуке русскими буквами «Зеленая лампа». Да, и на латышском, на русском языке. Там сейчас стоит срочно одна публикация, Скоро будет вторая. Там все подробно написано. Напоминаем, что никакие проценты с пожертвованных денег не берутся. Все деньги полностью пойдут для Жени, Потому что потом ей нужна будет еще и реабилитация. Если даже мы чуть больше соберем, Это все равно будет для Жени. А телефон, к сожалению, у нас сегодня не подключен. Потому что у нас был маленький перерыв, И не было возможности это сделать. Но телефон мы подключим позже. Спасибо вам. Для пожертвований. Для пожертвований. Для пожертвований. Это имеется в виду. Наш традиционный телефон для пожертвований, Который мы постоянно повторяем, повторяем, повторяем. Поэтому, пожалуйста, сделайте это все через эти две указанные страницы. Найдите программу «Зеленая лампа» на Болтком, на радио Болтком и на Фейсбуке. На сайте mixnews.lv и на Фейсбуке. Ну, конечно, все, кто может. Мы понимаем, что сейчас времена непростые. И даже просто добрые мысли, направленные в адрес Жени, 25-летней от Рижанки, Попавшей в такую тяжелую ситуацию, Даже просто добрые мысли, они тоже играют роль. Ну, еще я уже говорил об этом. Еще раз обращу ваше внимание. Если вы живете в Болдере и можете каким-то образом помочь именно своим трудом, своим участием, своим присутствием, своим транспортом, добрым словом, добрым делом, я думаю, что эта семья не откажется от помощи. Потому что Женя живет вдвоем с мамой. Ну, сейчас, да, самое главное, чтобы она смогла попасть домой. Если мы не соберем деньги на аппарат, это затянется это время. Она обязательно попадет домой. Конечно. И если она сейчас слушает нас, давайте вот на секунду буквально посчитаем. Мама точно слушает, она прислала нам сообщение. Почитаем один, два, три, и вот всю свою хорошую энергию, пока только энергию, а не денежные средства, мы пошлем Жене внимание. Один, два, три. Ну, а теперь самое время как раз делать то, ради чего мы здесь собрались. Помочь Жене уже материально. Мы попросим еще что-то почитать, Юр. С удовольствием. Говоря об образовании, мы так немножечко задели это образование. Вот я рассказывал вам о жанре фильеттона. Вот есть такой современный, а есть такой более советский. Классический. Какой вы хотите? Ну, на ваш выбор. Современный. Современный, хорошо. Давайте по-современному прошу только очень строго не судить, потому что все-таки поэзия есть поэзия, а жанр фильеттона есть жанр фильеттона. Но, как говорят, не бывает дыма без огня, верно? Если кто-то что-то пишет, значит, тогда это и так и случится. Сейчас, секундочку. Одну секунду, простите. Напоминаем, что творческий вечер Юрия Кушпелла состоится в клубе «Гамлет» уже в среду, 29 числа в 19 часов. Еще немножко есть билеты за столиками. Там будут соблюдены все меры, положенные меры безопасности, которые сейчас требуются. Там всего 10 столиков. Поэтому это будет такая... Дружеская встреча. Дружеская, эксклюзивная, очень теплая встреча, теплый такой вечер. Добрый вечер в клубе «Гамлет». Билеты в пилиш и сервис вы можете найти. Еще пока. Я думаю, что недругов... Я очень надеюсь о том, что недругов у меня нет. Ну, по крайней мере, врагов. Это абсолютно точно. Но это действительно будет дружеская такая встреча. Те, с кем я еще не успел подружиться, будут иметь такую возможность. Лично, да. Воочию лично. И задать вопрос, и поговорить. То, что все уйдут с хорошим настроением оттуда, это точно. Можно? Да. Этот фильетон называется «Рецензия». Кто в клубе классно оттянулся, кто после шопинга и спа, Кто просто щас проснулся, к полудню школа уж полна. 3D-урок начался в классе. Крутой рингтон вместо звонка. Здесь весь детский бомонд собрался. Здесь сразу видно чужака. Училка словно из агентства. Она, наверное, модель. У ней открытые коленца. Учиться так-то веселей. Здесь все продвинутые дети. Айфон им заменил тетрадь. И книжек нет. Все в интернете. Спокойно можно отыскать. И очень сетовал Евгений, что раньше не было сети. И что писал письмо Онегин своей Татьяне от руки. А Маша, крася ногти лаком, сказала, Женька лохом был. Приехал бы на Кадиллаке, кольцо с бриллиантом подарил. Вступила в разговор Елена. Не, я всего добьюсь сама. Мне только бы попасть на сцену. Мне только бы попасть в Дом-2. За олигарха замуж в Эйдон даст мне денег стать звездой. А что Онегин, кроме писем, мог предложить Татьяне той? Училка, глазками сверкая, пройдет по классу пару раз. Она, бедняга, забывала, что здесь не подиум, а класс. А Достоевского читали, то удивлялись от души. В то время тоже убивали, чтоб чьи-то получить гроши, Сказал авторитет Серега. Шел бы кареты мыть, студент. Ведь нет, к проценщице убогой направился. Интеллигент. Мой батя делает делюгу, что не придраться ни к чему. И все лохи со всей округи все сами отдают ему. Короче, должен за мокруху ответить перед всей братвой. Не по понятиям старуху отправил он на свет иной. Еще бы Чичиков, Обломов, Балконский, Волонт и т.д. Все понемножку, но объемно. Урок ведь все-таки 3D. Герасим, живодер, убийца. Обломов, местный олигарх. Каренина вообще блудница, что промышляла в поездах. За это скинули Анюту под поезд прямо на ходу. А Гоголь? Гоголь это блюдо, что очень вкусно поутру. Ответы все есть в интернете. Но молодежи золотой. Неинтересны темы эти. У них сейчас интерес другой. Где потусить сегодня ночью? С кем законнектиться в сети? И где достать бабла побольше? И в танках уровень пройти? Ты их спроси про Angry Birds. И с кем живет сегодня Басков? На вечеринках кто как пьет и кто купается в шампанском? О классике мы узнаем из фильмов. В ремейках, экшенах, боевиках мы никогда не станем сильными, Пройдя все уровни Вардкрафт. Я не хочу казаться грубым, обидеть или упрекнуть. Пока мы все живем в Ютьюбе, мы скоро можем глюкануть. А вот вопрос про классику. Телезрители знают вас как ведущего, как человека из телевизора, ведущего новостей. А вот в вашей биографии был такой факт, вы сыграли Дорна в чеховском спектакле по чеховским трем сестрам. Да, у Гавпиловского театра. А вот расскажите... Чайки. Чайки, да? В чайки, в чайки. Расскажите, пожалуйста, что это за опыт был вашего такого супричастности к классике? С режиссером этого спектакля Олегом Шапошниковым, нынешним главным художественным руководителем Дорогов-Пиловского театра, драматического городского театра, мы знакомы очень-очень давно. Он меня до этого, лет 11-12 назад, пригласил принять участие в проекте «Орлы стриптизы». Был такой проект, очень интересный, веселый, такая забавная комедия, но на уровне фильетона, скажем так. И вот прошло какое-то время, раздался звонок вновь от Олега Шапошникова, и он пригласил меня принять участие в этой постановке. Дав мне несколько дней подумать, но ему не пришлось даже до конца произнести эту фразу, я тебе даю несколько. Я сказал, я согласен, когда нужно приехать. И вот начались тогда мои поездки в Дорогов-Пилс. Я приезжал, мы читали за столом, было очень сложно. Вы понимаете, в чем дело? Если бы я работал постоянно в театре, то есть по своему образованию, а у меня не очень получалось это делать, потому что после окончания курса Адольфа Яковлевича Шапира я продолжал доигрывать спектакли, в которых был занят в Рижском тюзе, но параллельно начал работать на Латвийском радио, где проработал более двух десятков лет. А потом просто тюза не стало? Потом тюза не стало, естественно. И я не был на профессиональной сцене много-много времени. И вернуться вновь к анализу, к разбору классическому произведению, о котором, наверное, любой актер профессионального театра, штатный актер, мечтает всю жизнь об этой роли. Но я вам скажу, например, что в «Амхате» роль Дорна играл мой любимейший актер Иннокентий Смоктуновский. Вы представляете, какие высоты? И вот это как раз стало отправной точкой того, что мы начали репетировать. Репетировали где-то около пяти месяцев. Потом спектакль вышел на сцену. Он был очень необычен по своему наполнению, поскольку действие было перенесено именно в Двинск, то есть в город Даутбиллс. И актеры были собраны очень разные. Там были и латышские актеры, говорящие по-русски. И литовская актриса, которая играла Нину, говорящая по-русски. А потом уже далее на литовском языке. Но эксперимент был очень-очень хороший, он удался и очень мне много дал именно в профессиональном смысле. Я заслушалась, но надо все-таки сказать, что программа наша подошла неожиданно совершенно к концу. И вот у нас буквально одна минуточка осталась. Мы благодарим Юрия Кушпелла. Этот рассказ будет продолжен в среду на вечере в клубе «Гамлет» обязательно. И здесь мы надеемся еще встретиться в этой студии. Но наше время уже заканчивается. Мы благодарим Юрия за то, что он просто оперативно примчался, чтобы помочь нам включить зеленую лампу. В помощь 25-летней Женечке Вакух. Чтобы она могла дышать, выписаться из больницы, получить кислородный аппарат, который ей нужен, дышать самостоятельно дома. Мы сейчас уйдем из этой студии. Программа наша закончится. Мы уступим место другим коллегам, которые займут это место. Но лампа останется в студии включена. И, безусловно, так же, как и всегда, все результаты сбора средств для этой очаровательной, милой девушки, которой мы спасем жизнь. И ей будет гораздо легче жить. И будем сопричастны, сострадательны. И примите, пожалуйста, участие в этих пожертвованиях. Вы о результатах нашего общего вклада, нашего общего труда обязательно узнаете. И мы отправляем наших радиослушателей по очень конкретному адресу в интернет. mixnews.lv, рубрика «Зеленая лампа». Там опубликованы банковские реквизиты, Женина история и много Жениных фотографий. Спасибо всем за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо Юрию за интересные рассказы, за такое прекрасное чтение. И надеемся на новые встречи. До свидания. А «Зеленая лампа» выйдет в эфир в середине августа. Все, всем спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok